Тенденция в Мурманской области. А вот я в туалет иду, вот я провалюсь туда, кто будет виноват, я там болтану. Тут бьет током, вот течет со второго этажа, потому что полный, вот мой, все обвалилось. И вот тоже, вот оно все. В горшки ходим, вот это вот летний душ, вот это летний душ у нас, так называется, летний душ. И вот ходим помыться, негде мыться-то. Живем плохо, зимой очень холодно в туалете. Вон ведро в комнате поставили, я больная, инвалид второй группы. Вот топим печное отопление, тяжело нам, ни горячей воды нету, ни холодной нету. Вот такие дела у нас. Живем 47 лет, и вот никак не дают нам ничем. Вот все эти замечательные особенности русского мира, ну вообще на самом деле потрясающие. Вот то, что происходит сегодня, мы видим, происходит сегодня в российских регионах. Люди живут в трущобах, а Путин в это время тратит миллиарды и миллиарды долларов на войну. Ну и прощает, например, Гвинея Бесау долг в 26 миллионов. А то, что люди живут в трущобах и проваливаются в туалеты, это его, конечно, не касается. И вот эти все замечательные особенности русского мира Путин принес в Украину. Прежде всего на территорию Донецкой области, на Донбасс, жителей которого он обещал защитить. И вот как, например, Путин защитил Авдеевку и ее жителей. Там все разрушено. Там все разрушено, да. Сергей, а вы у них не спрашивали, почему они не уезжали все эти годы? Спрашивали, они говорили, что им некуда ехать. Некуда было ехать? Некуда, да. Ну а куда, правда? В это время российские пропагандисты с гордостью сообщают, что в Авдеевке не осталось целых домов. Все уничтожено, но это же пустяки. Главное, что над этими руинами реет российский флаг. Настройка в Авдеевке выглядит сегодня вот так вот. Практически каждый дом уничтожен. Главное, что в Авдеевке не стал в этом месте. Бога, там привезли для тебя на точную стану. Каким жалко, нас очень жалко. Был хороший город. Сегодня над городом российский флаг. Люди, которые остались, ждали здесь. Люди ждали целенаправленно. Поэтому мы здесь и остались. Авдеевка оставляет после себя действительно тяжелое впечатление, тяжелые эмоции. Но, глядя на опыт Мариуполя, например, портового города, нет никаких сомнений, что этот город тоже оживет, возродится и будет еще лучше, чем был раньше. Георгий Медведев, Ньюсфронт, Авдеевка. Ну да. Ну вот, главное, конечно, чтобы российский флаг над руинами. И что характерно, многие населенные пункты российские оккупанты просто превращают в руины. Бросают их за ненадобностью. Как, например, вот поселок Нижнее Луганской области. Он был захвачен Россией весной 2022 года. А вот что он представляет собой сейчас. На том же Донбассе прежде всего предиктованы и главным образом защита людей. В этом смысл есть наше действие. Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдаток, ополченцев в Донбассе, эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Цель наших действий – спасение людей. Мы защищаем свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. Субтитры создавал DimaTorzok